Здравствуйте! Это программа 112 в студии Сергея Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. За минувшую неделю на территории Ненецкого округа зарегистрировано 209 происшествий. Из них 14 преступлений, из которых 11 раскрыто. По трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на уставление лиц, совершивших преступления. Прилечено к ответственности 38 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено три лица, числящиеся как без вести пропавшие. За неделю произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП погиб человек. Так, 14 марта 2018 года 23 часа 38 минут на Южно-Ашхатинском месторождении Ненецкого автономного округа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель 79-го года рождения, управляя грузовым автомобилем «Донг Фэнк», при производстве дорожных работ, двигаясь задним ходом, совершил наезд на мастера производства, который от полученных в результате ДТП телесных повреждений скончался на месте. Следователю МВД по данному факту проводится проверка. 13 марта 2018 года на территории города Наринмара окружными госавтоинспекторами проведен профилактический рейд «Автобус». Цель мероприятия заключается в снижении аварийности на пассажирском транспорте, предупреждении и пресечении нарушений правил дорожного движения. По результатам мероприятия составлено 5 административных материалов в отношении правонарушителей. За управление транспортом с незаконно внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств без разрешения отдела ГИБДД. Это демонтаж двух сидений и установка силовой дуги «Кенгурятника». За перевозку в автобусе группы детей, не пристегнутых ремнями безопасности. 15 марта 2018 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Идентификация». Задействованы два сотрудника ГИБДД. Проверено 43 транспортных средства, 43 водительских удостоверения. Подделок не выявлено. Составлено 4 административных протокола за административные правонарушения. Выборы президента Российской Федерации в Ненинском автономном округе и День города прошли без нарушений общественного порядка. 18 марта на территории Ненинского округа состоялись выборы президента Российской Федерации. Охрану общественного порядка на 51 избирательном участке округа осуществляли 136 полицейских и 32 сотрудника отдела Росгвардии. На 35 избирательных участках, расположенных в населенных пунктах, несли службу участковую полномоченной полиции. А там, где их не было, 20 откомандированных сотрудников управления. При этом самые отдаленные поселки стражи порядка направлялись воздушным транспортом. А в остальные населенные пункты организована доставка сотрудников вездеходом и снегоходами. В этот же день сотрудниками управления совместно с представителями народной дружины на площади Мараце и во Дворце культуры Арктика осуществлялась охрана порядка на мероприятиях, организованных в связи с празднованием Дня города Наринмара и на митинге, посвященном присоединению Крыма к России. Нарушение общественного порядка на избирательных участках и при проведении праздничных мероприятий не допущено. Также полицейские Наринмара обеспечили охрану общественного порядка при проведении гонок на оленях. 17 марта текущего года в районе Качгартинской Курии состоялись ежегодные спортивные состязания оленеводов Ненинского автономного округа. Сотрудниками управления, невзирая на мороз и пронизывающий ледяной ветер, обеспечена охрана общественного порядка на соревнованиях. 20 полицейских несли службу как в пешем порядке, так и с использованием снегоходной техники и вездехода трекбол. Нарушение общественного порядка не допущено. С банковской карты жителя Наринмара похищено более 12 тысяч рублей. 16 марта 2018 года в окружную полицию обратился житель Наринмары с сообщением о том, что неизвестное лицо похитил с его банковской карты более 12 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказалась ранее судимая женщина 1985 года рождения, которая рассказала полицейским, что она употребляла спиртные напитки, находясь в гостях, где познакомилась с ранее неизвестным ей мужчиной. В процессе распития алкоголя ей стал известен пароль банковской карты нового знакомого, и она, взяв его карту, сняла с нее денежные средства с целью приобретения спиртных напитков и дальнейшего употребления. Следователем управления в отношении злоумышленцы возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Житель Наринмара осужден к 11 годам в 6 месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в управлении, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установлен житель Наринмара, осуществлявший с весны 16 по январь 17 года незаконный сбыт наркотических средств, в том числе и в крупном размере, оборот которых запрещен в Российской Федерации. 29 января текущего года Наринмарским городским судом Ненецко-автономного округа рассмотрено уголовное дело в отношении наркоторговца. В судебном заседании подтверждена вина подсудимого в совершении пяти фактов незаконного сбыта наркотических средств, общая масса которых составила около девяти граммов. Суд признал подсудимого виновным и, учитывая его раскаяние и активное содействие при раскрытии и расследовании совершенных им преступлений, назначил ему наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. В настоящее время приговор Наринмарского городского суда вступил в законную силу. Стражами порядка пресечен незаконный вылов водных биоресурсов. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе рыбопромыслового участка городской выявлены двое жителей округа, осуществлявших отдельно друг от друга незаконный вылов водных биологических ресурсов. Сотрудниками управления установлено, что мужчины ловили рыбу ставными сетями, не имея соответствующей лицензии на осуществление вылов водных биоресурсов. С мест происшествия стражами порядка изъяты орудия незаконного вылова, а также сами водные биологические ресурсы, добытые незаконным путем. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Сотрудниками управления проводится проверка по фактам причинения телесных повреждений жителям округа. 13 марта текущего года в окружную полицию поступило сообщение о том, что в приемный покой окружной больницы санной авиации из деревни Пылемец доставлен 20-летний мужчина с ножевыми ранениями и помещен в хирургическое отделение. Сотрудниками полиции установлено, что телесные повреждения молодому человеку причинил мужчина 60-го года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. Накануне они познакомились в одной из компаний, в которой совместно употребляли спиртные напитки. В процессе распития алкоголя между ними возник конфликт, и мужчина нанес юноше несколько ножевых ранений, причинив телесные повреждения. Также участковому полномочным полиции в ходе проверки по факту получения телесных повреждений двумя жителями поселка Бугарино установлено, что ночью с 8 на 9 марта текущего года один из жителей поселка, находясь в гостях у своего знакомого, распивал вместе с ним алкогольные напитки. В результате употребления спиртного между мужчинами возник конфликт. Гость схватил со стола нож и причинил хозяину квартиры телесные повреждения. В ответ на это пострадавший мужчина ударил обидчика табуретом в область лица, также причинив телесные повреждения. В настоящее время по всем фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова